Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и я очень рада видеть всех на своем канале. И сегодня обещанное видео про Европа Плюс. Всем привет! Меня зовут Наташа Гром, и сегодня мы проведем экскурсию на Европе Плюс. В пятницу, 13 марта, Европа Плюс открыла новую реальность. Радиостанция номер один в России представила свою фантастическую студию, на презентации которой мы и были. И, конечно, предлагаем вам познакомиться с этой замечательной студией. Очень классно, честно. Такое вообще позитивно. Такие ребята классно вообще. Так круто, мне очень понравилось. Егор Крид просто потрясающий. Она врет. Нет! Я не вру, мне лично понравилось. Все круто, и ребята отличные. Настроение вообще позитивное. Прямо на каждое утро нужно просыпаться. Здравствуйте! Всем здравствуйте! Меня зовут Егор Крид. Мне 20 лет. Сегодня я пел в студии Европы. Все круто. Отличное настроение. Отличная, приятная шелка атмосферы. Довольно всех, кроме всего, наслаждения. Ты можешь подцепить слово? Нет. Спасибо. 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 Егор Крид, ты смотришь телеканал. Ну, давай. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое! В этом видеоролике мне хотелось бы показать, насколько действительно очень крутая студия у Европы Плюс, насколько замечательно она сделана и вот этот вот необычный дизайн, я надеюсь, вы обязательно все это зацените. Ну а я от себя хочу заметить, что такой красивой студии, такой стильной и настолько хорошо продуманной нет ни у одной радиостанции. Ну а более подробно о студии расскажут сами звезды, которые и пришли посетить, посмотреть и спеть свои любимые песни для радио и уже телезрителей. Слушай и смотри Европа Плюс Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, я сожралась на эфир, готовилась, волнуюсь до сих пор. И вообще здорово, мне кажется, что когда ты приходишь на радио, что люди могут учиться посмотреть на себя онлайн, посмотреть, как их выглядят, в конце концов, ведущие. В принципе, я помню, что я одно время достаточно часто слушала радиостанцию, мне так нравился голос ведущего, я прям любил с ним он. Мне казалось, что он точно идеальный мужчина. А потом я все-таки посмотрела, какой он выглядит в интернете, я думаю, что, наверное, для меня он не очень идеальный мужчина. А тут здорово, что можно смотреть в отличие качества, можно смотреть на артистов, как они говорят, как они поют. Всегда интересно смотреть, как люди жестикулируют. Мне кажется, что только представители панкного направления могут себе позволить с утра встать, в принципе, каждый день в протяжении лет вставать, принимать душ, напряженность, вымываться. И я думаю, какой-либо эффект. Мы к этим артистам не относимся, поэтому, как ни крути, мы собираемся даже на радиоэфиры, потому что всегда есть фотосъемки, всегда есть видеоэффективы. И надо увидеть. Можно свечи накрасить, положиться. Можно свечи накрасить. Замечательный фильм, просто суперский. Напоминает актовый зал в родной школе. Ну, музыкальный, да? В смысле, звук хороший, хорошие люди, хорошая атмосфера. А самое главное, такой отсыпчик, что одно не требует. Очень шикарная студия. Атмосфера такая демокричная. Очень приятно. И нужно что-то петь. И нужно что-то при нем, как сказать, занимать. У вас замечательных решений в отношении наших песен. Мы, конечно же, желаем вам процветания, благополучия. Слушайте большую-большую армию, огромную, еще больше, чем у вас есть. Ну и вот, развивайтесь, делайте все больше и больше техногенные всякие штуки, чтобы приходили на балов кайфу. Как бы, как будто вы не в студии. Мы находили достаточно поношку полу-концерта. Вот это вот. Это, наверное, еще даже, это манграш. Потому что всю новинку, когда у тебя с одной атмосферой ситуации получается совершенно другую, все непривычно. Ну, у нас есть приятный. Да, интересно. А мне кажется, это, знаете, как в детстве, когда у тебя появляется какая-то новая игрушка, ты хочешь совсем не показать, смотри, не смотри, мне свободно, все свободно шаги. Ну, площадка открыта для наших слушателей, для наших артистов, которые играют у нас в эфире. Пожалуйста, приходите, играйте в Туси. А какие мероприятия на сегодня? Вас на выход каждый час, но вы не ждали. Да, мы с самого утра, с 8 минут до 8 вечера, свои спины уже отдали, что нашим друзьям, коллегам, Сергею Андрееву, Сева Полищукой, в конце 6 часов приняли вахту. Мы сейчас идем общаться с теми, кто пришел поздравить нас, отмечать, просидевать. Сначала мы пришли к вам. Цените это, пожалуйста. У нас там 8 HD камер, которые нас показывают с разных сторон. И нас, ведущих, и зрителей, которые вы присылаете в студию, и музыкантов, которые дают живые выступления. Все с разных планов, очень круто. Да, чтобы вы понимали, добрый человек начинает говорить, то есть ведущий этих гостей камера начинает резко показывать крупный план. Это тоже вам интересно. Ну хорошо, что у нас есть вики, которые можно все время показывать, и если вдруг какие-то проблемы с кем-то из мальчиков, то у нас девочка раз, и все. Ну и я бы себя, конечно, прошу. Да, да. Какой был вопрос? Чья это идея, Дмитрий? А по поводу, чья это идея, это, конечно, уникальный человек, который предлагает все самое новое, все самое интересное. Это вице-крезидент Ядовецкой Дмитрии Тьерри Шаму. Субтитры сделал DimaTorzok